Что открыли ученые КФУ в 2021 году? Чтобы ответить на вопрос о влиянии анестезии, вот нами была собрана установка, то есть сюда помещалась грызун, и его подсвечивали тремя длинными волнами, зеленым, красным и инфракрасным. Что будет, если похитить блокиратор колеса с платной парковки? Правила для всех абсолютно одинаковые, и это прежде всего уважение друг к другу, автовладельцам. И еще раз, не ради штрафов, не ради сбора денег это делается, это международная практика, к сожалению, велосипеда другого пока не придумано. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Александр Фирсов. На сайте change.org появилась петиция в защиту ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. На данный момент ее подписали уже более 600 человек. По результатам голосования профессор кафедры алтаистики и китай-ведения Института международных отношений Казанского федерального университета Дмитрий Мартынов стал автором сразу трех статей года. Статья года — это ежегодный конкурс, победители которого определяются в конце года по итогам голосования. Статьи, победившие в своей номинации, участники Википедии сочли лучшими статьями, написанными или дополненными за прошедший год. Конкурс статьи года проводится с 2010 года. Мы продолжаем рассказывать об инновационных исследованиях и открытиях, сделанных учеными Казанского федерального университета в год науки и технологий. Казанский федеральный университет, являясь одним из старейших вузов России, на протяжении всей своей истории неразрывно связан с наукой. Продуктивная научно-исследовательская деятельность, в которую вовлечены университетская профессура, преподаватели и студенты, создают благодатную почву для новых открытий. В январе ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета нашли способ использовать продукты жизнедеятельности золотистого стафилокока для усиления действия антибиотиков. В последнее время показано, что большинство заболеваний связано не с одним возбудителем, а с несколькими. И вот в нашей лаборатории мы уже пять лет пытаемся моделировать те ситуации, когда вместе сосуществуют несколько болезнетворных бактерий и как можно подавить их жизнедеятельность. И вот в ряде случаев мы увидели, что действие антибиотиков на консорциум бактерий оказывается намного эффективнее, чем на одиночные бактерии. В мае сотрудники научно-исследовательской лаборатории нейробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета изучили влияние анестетиков на головной мозг. Чтобы ответить на вопрос о влиянии анестезии, вот нами была собрана установка, то есть сюда помещался грызун, и его подсвечивали тремя длинными волнами – зеленым, красным и инфракрасным. И с помощью данного метода мы можем детектировать участки в мозге, которые являются активными. В июне ученые лаборатории перспективных углеродных наноматериалов Химического института имени Бутлерова Казанского университета разработали экономичный и высокопродуктивный метод разделения одностенных углеродных нанотрубок. Он поможет в создании новых функциональных материалов для электроники, фотоники и других сфер деятельности. Вся прелесть нашего изобретения заключается в том, что мы придумали метод разделения углеродных нанотрубок, который одновременно и эффективен в стоимостном выражении, и масштабируем, ну, будем говорить, до бесконечности. Здесь пределом масштабируемости является только диаметр колонки, на которой мы ее делим, и ее длина. То есть не ограничено практически ничем. В сентябре сотрудники Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета первыми в мире раскрыли влияние МИЦЭЛ на гидратообразование. Исследования показали, что образование МИЦЭЛ позволяет сдерживать процесс гидратообразования. Работу ученых приоритетного направления «Эко-нефть» опубликовали в высокорейтинговом журнале «Chemical Engineering Journal». Это важно, когда мы работаем с нефтегазовыми месторождениями на крайнем севере, в Арктике. Там очень суровые условия. И при этих условиях, при добыче, могут образовываться эти газовые гидраты и блокировать скважины, блокировать рыбопроводы, что может приводить к аварийным ситуациям, к выбросу и разрушению этих транспортировочных узлов. И это очень сильно влияет на экологию. И это далеко не полный список. О других разработках и научных открытиях ученых Казанского университета расскажем в одном из следующих выпусков. Ариадна Кугушева, Универньюз. В Казани на муниципальных парковках используются блокираторы колес. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. На данный момент блокировка уже имеет свои плоды. Как сообщили на деловом собрании в мэрии, число автомобилей со снятыми номерами сократилось на треть. В Казани на муниципальных парковках используются блокираторы колес. Количество свободных мест увеличилось на 30%. На колеса автомобилей, оставленных без госномеров, устанавливаются блокираторы до выяснения личности владельцев. За первые три дня проведения рейдов было возбуждено 38 административных материалов. Но что будет, если нарушитель окажется находчивым и попытается снять блокиратор или же покинуть место парковки вместе с ним? Какая мера пресечения будет реализована, ответил Наиль Хабибуллин. С точки зрения уголовного законодательства, это можно рассматривать как хищение, может быть, как кража, если это тайна, то есть никто не видит то, что машину вывозит. Может быть, грабеж, если это открыто осуществляется и окружающие осознают то, что происходит в хищении. Если же эвакуатор спилить на месте и выбросить его, то это может расцениваться как преступление, предусмотренное статьей 167 «Мышленное уничтожение или порождение тяжелого имущества». Однако там обязательный признак – это причинение значительного ущерба, то есть на сумму не менее 5000 рублей. Но это оценочная категория. Но я так думаю, что если будет складываться практика, то, наверное, это будут рассматривать как значительный ущерб. Так, двое казанцев уже пытались увести с собой блокираторы, но благодаря оперативным действиям сотрудников МВД России по Казани обоих нарушителей установили и доставили в отдел полиции. Сейчас по фактам нарушений ведутся процессуальные действия. В пресс-службе мэрии столицы Республики Татарстан отметили, что новый метод борьбы с автомобилистами, не желающими платить за оставленную на городских парковках машину, был разработан совместно с правоохранительными органами. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. Не прочел инструкцию к фейерверку? Не забудь пересчитать конечности. В следующем сюжете о том, как самому не встретить утро января в травматологии и оказать первую помощь пострадавшему. В конце декабря на улицах города, как подснежники, расцветают точки торговли пиротехникой. В некоторых петарды готовы продать даже детям. Несмотря на небольшой размер, устройство способно оставить шутников без глаз и пальцев. А слабоумие и отвага нередко заставляют молодежь на спор нарушать технику безопасности. Запускать фейерверки в Казани можно лишь на четырех площадках. Чтобы соседние дома не оказались под обстрелом, расстояние должно составлять не менее 50 метров. А устанавливать устройство нужно на твердую, ровную поверхность. Раз или два раза в год случается во время новогодних параллельных отрывов конечностей из-за неправильного обращения с пиротехникой. Нельзя прикладывать какой-либо снег или лед, так как снегу и валюту тоже могут разные инфекции быть, и мы только можем усугубить данную ситуацию. У нас в двух местах Казани, получается, занимается такими видами травм, это 7-я городская больница и республиканская клиническая больница, травмоцентр. Вот вам там окажется квалифицированная помощь и, скорее всего, спасут данную конечность. Если есть такое подозрение на то, что повредился глаз, например, туман перед глазами, который через некоторое время не уходит, или темные пятна образовались, или светлые пятна, и это не уходит через 5 или 10 минут, лучше сразу звонить в скорую помощь. Выбирая, откуда скатиться на санях, избегайте мест вблизи водоемов и деревьев. Предпочтение следует отдать специально оборудованным площадкам в городских парках или подготовленным склонам на базах отдыха. Если после неудачного съезда пострадавший не двигается, действовать необходимо особенно осторожно. Не повторяйте чужих ошибок, чтобы не встретить Новый год в больнице. Соблюдайте технику безопасности, берегите себя и своих близких. Ариад Накугушева, Универньюз. Совещание с заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Айратом Гатиятовым по вопросам реализации проекта по строительству образовательного кампуса в Республике Татарстан прошло в режиме видеоконференции. В мероприятие принимал участие временно исполняющий обязанности ректора Казанского Федерального Университета Дмитрий Таюрский. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok